Сегодня акция радостная, потому как 76 лет назад была полностью снята блокада с города-героя Ленинграда. Учитель истории Александр Тетенок описывает события почти 80-летней давности, как 872 дня немецкие войска стояли у Ленинграда с целью сломить его жителей. Наши люди героически сумели выстоять, несмотря на рекордные морозы и голод. Шесть лет Александр занимается военно-исторической реконструкцией и теме блокадного Ленинграда уделяет особое внимание. Если не педагоги, если не те люди, кто об этом слышал, вот свидетелей событий, если мы не расскажем об этом молодежи, то, к сожалению, мне кажется, молодежи будет сложно об этом уже узнать. Символ той трагической эпохи – блокадный хлеб. В его рецепт входила пищевая целлюлоза, жмых и солод, мучная пыль, ржаная, обойная мука. 125 граммов в день такого хлеба позволили выжить сотням тысяч человек почти 76 лет назад. Мария Алексеева, бывший несовершеннолетний узник фашизма, рассказывает, что войну не помнит. Однако память о голодных послевоенных годах перенесла через всю жизнь. У нас был хлеб из травы. Вот лебеду насобираем, травы, мама там чего-то там скрипит чем-нибудь, я говорю. Это был хлеб, но это уже был послевоенный хлеб, потому что войну-то я не помню. Я же тоже в 43-м родилась. Для нас только остались послевоенные годы, тоже голодные, без всего. Послушать о тех страшных событиях пришли старшеклассники. Ребята говорят, что в школьной программе уделяют слишком мало времени этому периоду истории. Польза очень огромная в школе. Мы по поводу этого не очень-то часто и разговаривали. На уроках истории мы обсуждали другие события, но вот именно блокаду, все то, что пережили люди там и солдаты, которые сделали невозможное, можно сказать, это достойное восхищение. Акция, приуроченная ко дню полного снятия блокады Ленинграда, в Химках проходит впервые. А это событие действительно очень важно. И самое главное, как мы столкнулись на практике, наше подрастающее поколение о нем не знает. И на элементарный вопрос, что для жителей тех лет значило 125 грамм хлеба, нам, конечно же, никто не может ответить. Вот такие вот акции, как сегодняшний блокадный хлеб. И многие другие, они будут постоянными на территории нашего городского округа. Добавим, сегодня в Химках проживает всего 59 блокадников. Еще в ноябре, три месяца назад, их было 77 человек.